Глава спортивного комитета Сергей Кожухов в малом зале администрации выслушивает вопросы, дает ответы. С самого начала его озадачивают, где 18 миллионов рублей выделены на обустройство футбольного стадиона. Когда эта реконструкция начнется и деньги до нас дают? Сейчас идет согласование, вы знаете, не просто там деньги взяли и отдали. Рассматривались, как правильно, субсидию, отчетность и так далее. Буквально я думаю, что, наверное, к концу этой недели, завтра губернатор уже подпишет постановление правительства Мурманской области о закреплении вот этих субсидий за муниципалитетами и пожалуйста. Висит в воздухе вопрос со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса. Еще не построенное сооружение с бассейном и инфраструктурой уже стало предметом спора, который развернулся на глазах областного чиновника. Тренеры спортивных школ опасаются, что новые возможности принесут новые затраты. Не получилось бы так, что вот, допустим, мне, как старшему тренеру сборной, даже команды России, сходя из того, что 8% у нас здесь, нужно будет каток для стартовой подготовки. То есть, а мне выставят такой счет, что я не смогу за это заплатить. Все дело в том, что физкультурный комплекс будет принадлежать городскому поселению, в виде некоторого спортивная сфера. А спортивные школы в системе образования под контролем районных властей. Город бесплатных услуг не обещает, но драть три шкуры с юных спортсменов не планирует. Рассматривая вопрос о платных услугах, глава областного комитета Сергей Кожухов напоминает, что и самим спортивным школам придется разрабатывать прескуранты. Школы скоро станут автономками, вы должны будете зарабатывать деньги. Да, у вас будут госуслуги, то, что вы обязаны детей тренировать, вы получили за это деньги, там вам будет какой-то коэффициент, это да, а все остальное, извините, вот вы построили освещенную трассу, вечером пришел, позаниматься человек, вы с ним возьмете деньги за это, потому что вы должны будете заработать себе на школу. Поддерживать содержание школы силами района еще можно. В других же вопросах нужна помощь региона и государства. К примеру, требуется обустройство трассы на горе Крестовая. Она нужна для тренировок сборной России по натурбану, 70% которой кандалакшани. Этот вид спорта заявлен на Сочинскую Олимпиаду как показательный. Но что мы покажем, если негде тренироваться? Вот эти ребята, которые выросли до уровня чемпионов мира, они успели еще позаниматься на горе Крестовой в свое время, когда эта Крестовая существовала и развивалась там, развивался санный спорт на этой горе и существовала санная трасса. На сегодняшний день молодежь, ту трассу, которую мы имеем, вот учебно-тренировочную коротенькую трассу, на этой трассе мы фактически не сможем поднять ребят до уровня мирового класса. Спортивную площадку возле школы Олимпийского резерва по натурбану тоже нужно обустроить, земля под нее уже отведена. Другая спортивная школа, в которой занимаются более 800 человек, вообще нуждается в переезде. Тем более, что список образовательных услуг расширится. Вот сейчас я был в Норманске, получил лицензию на открытие еще пяти отделений, которые мы можем спокойно развивать. Это сноуборд, горные лыжи, спортивное ориентирование, плавание, адаптивная физкультура. По мнению Евгения Килина и тренеров, будущий физкультурно-оздоровительный комплекс нужно сразу отдать спортивной школе. Но его еще построить надо. А тем временем уже давно существующий дворец спорта тоже нужно приводить в порядок. Там программа на 108 миллионов была. Мы дворец спорта туда заявочку вам подавали, но почему-то вы нас оттуда убрали. Вопросов, упреков, предложений главе областного комитета поступило немало. По сути, это список того, на что нужны деньги. Возродить картинг, построить лыжную базу, привести в порядок школьные стадионы, помочь подростковым клубам. На все у Сергея Кожухова один ответ – готовьте проектно-сметную документацию. Только с ней можно претендовать на реальную помощь региона.